Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте! Я хочу вас сейчас познакомить с одним из интересных каналов и журналов, Naked Science называется. Шикарные вы можете здесь найти публикации, но опять-таки те, кто знает английский язык. Так, всем советую, и это не реклама, а это то, откуда я всегда нахожу очень много чего интересного. Причем это бесплатный канал, кроме того, что я подписана на многие платные каналы, вот такие вот Naked Science, это бесплатный. И что же они недавно опубликовали? Очень много чего интересного. И, конечно же, я вам сейчас обязательно расскажу. Это очень важная информация. И что же ученые выяснили? А вот что они выяснили. Они выяснили, что соль может стать причиной инсульта и старения. Ну, теперь кто спешит, может отправляться по своим делам. Ну, а кто хочет набраться мудрости и понять причину, почему именно так, а не иначе, тот оставайтесь со мной, и мы сейчас попробуем разобраться, как разобрались ученые. Помимо риска высокого кровяного давления, ученые обнаружили еще один фактор, относящийся к соли и прямо указывающий на связь кишечника с мозгом. Сейчас многие из вас узнают свои болезни и поймут, что, возможно, эта болезнь у вас именно из-за того, что вы много солите свою пищу. Может быть, вам стоит сейчас вообще, может быть, на какое-то время отказаться от соли. Итак, как пишет Nape Science, исследователь из Нью-Йоркского исследовательского института мозга, на примере мышей отслеживали биохимический путь, ответственный за повышение риска инсульта и деменции у людей, которые потребляли слишком много натрия. Уже несколько лет известно, что диета с высоким содержанием соли повышает риск развития церебральной болезни малых сосудов мозга. Вот это только лишь несколько лет назад было открыто, что риск развития именно церебральной болезни малых сосудов мозга. Вот этот термин охватывает все виды аномалий, связанных с ухудшением капилляров мозга, что, в свою очередь, может привести к таким заболеваниям, как инсульт и деменция. Это связано с тем, что ион натрия втягивает воду в сосудистую систему, повышая давление и вызывая гипертонию. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience, ученые предприняли попытку найти иные связи между потреблением соли и риском инсульта и деменции. Исследовательская группа попыталась найти альтернативное объяснение. В результате исследований, предполагающих, что обычная поваренная соль может повлечь за собой аутоиммунные заболевания, превращая определенный тип белых кровяных клеток во враждебные. Эти Т-лимфоциты выпускают химическое вещество, внимание, которое способствует воспалению. Называемое интерлейкином 17, которое и заинтересовало ученых. Потом они провели такую как бы диету для мышей с большим количеством соли. И обнаружили нарушение когнитивных способностей и признаки нарушения кровообращения. Давайте посмотрим. Значит, мы узнали, что исследовательская группа выяснила, да, что соль может привлечь за собой аутоиммунные заболевания. И здесь, возможно, кто-то из вас спросит, а может быть, кто-то и пропустил это слово. Аутоиммунные заболевания. Давайте, кто не знает, есть прямо под рукой такая великолепная вещь, интернет. И там есть Википедия. Но я попробую разобраться в других источниках. Аутоиммунные заболевания. Это одно из... И даже не одно, а их много. Они, скажем так, являются одними из наиболее трудно излечимых нарушений иммунной системы. Мы с таким трудом приводим свою иммунную систему в порядок. Мы делаем имбиротерапию, мы делаем йогурты, я имею в виду те, кто делает домашние. Мы делаем кефирчики, мы делаем пробиотические продукты. Мы пытаемся максимально привести свою иммунную систему в порядок. И тут бац, добавляем большое количество соли в свою порцию еды. И вот вам, пожалуйста, начинается распад вашей иммунной системы. Начинаются вот эти аутоиммунные заболевания. Они являются вообще-то очень плохим признаком. Смотрите. Иммунная система распознает здоровые клетки организма как потенциально опасные. И начинает их атаковать. Представляете? Вот что это такое. Аутоиммунные расстройства диагностируются ошибочно или остаются недиагностированными в течение многих лет из-за того, что очень схожи по симптоматике с другими заболеваниями. Жаль, но наши профессора, они не прогрессируют. То есть они не занимаются переводами новых статей, новых публикаций, новых открытий. Ну, действительно, ученых, на которых государство тратит финансы. И создаются постоянно лаборатории, изучаются. И постоянно, каждый год я наблюдаю за тем, что открывается все время что-то новое, новое, новое. К сожалению, это происходит часто в Соединенных Штатах Америки. А может быть и к радости, и в Великобритании чаще всего. Дальше. Что же это за заболевания? Что они из себя представляют? Вот некоторые из наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний. Это целиакия, или еще называют глютеновая болезнь. Она известна как непереносимость глютена. Следующее. Это ревматоидный артрит. Эрозивно-деструктивное разрушение соединительной ткани. Преимущественно мелких суставов. Одно из наиболее распространенных долгосрочных аутоиммунных заболеваний. Псориаз, дорогие мои, это тоже аутоиммунное заболевание кожных покровов. Воспалительное заболевание кишечника. Долгосрочное воспаление кишечника и слизистой оболочки толстой кишки. Есть два основных типа патологии. Болезнь крона и язвенный колит. А еще болезнь адисона. Это состояние, при котором надпочечники не производят достаточно количества гормонов. Кортизола и альдостерона. Дальше. Сахарный диабет первого типа. Инсулинозависимый диабет. Аутоиммунное заболевание поджелудочной железы, при котором вырабатывается недостаточное количество инсулина, что приводит к неконтролируемому уровню глюкозы в крови. А еще витилиго. Это состояние, характеризующееся нарушением пигментации кожи. Еще такая болезнь хошемота. Аутоиммунное заболевание щитовидной железы, при котором развивается гипотиреоз. И такая болезнь, как грейвса или диффузный токсический зоб. Как и болезнь хошемота, это аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Но для данной патологии характерен гипотиреоз. Итак, факторы риска. Первое – это генетика, второе – это пол, третье – это возраст. Вы знаете, этническая принадлежность, как ни странно, тоже имеет место быть. Были открытия, как правило, говорят, что склонны индейцы, латиноамериканцы, афроамериканцы. Они более склонны к развитию аутоиммунных заболеваний. А также инфекционные заболевания. И вот с этого года присоединили избыточное потребление соли к этим факторам риска. Так что в своих экспериментах ученые использовали вот этих обычных мышей. И там после эксперимента было указано на то, что диета с высоким содержанием соли провоцирует иммунную систему кишечника на формирование вот этого сигнала, который влияет на кровеносные сосуды в ключевых частях мозга, а именно на гиппокамп и кору мозга. Я не знаю, если врачи нас смотрят, я думаю, для них будет очень интересно. Ну а нам важно разобраться, потому что никто, кроме нас самих, нам в самые тяжелые моменты не поможет. И вы знаете, вот эти нарушения, они были зафиксированы даже при отсутствии высокого кровяного давления. Это означает, что даже если нам удастся справиться с гипертонией, которая возникает из-за диеты с высоким содержанием натрия, девчоночки, повышенный риск развития инсульта и деменции может сохраняться. Но все-таки мы с гипертонией можем справиться, и если мы удалим соль из употребления, ну хотя бы на некоторое время. Ну и важно тоже подчеркнуть, что из-за этих исследований была изучена связь кишечника и нервной системы человека. Вот где бы кишечник, а где нервная система. А вот связь доказана была. Только в этом году были проведены исследования, раскрывающие новые нейронные цепи кишечно-мозговых нервов, молекулярные пути, соединяющие микрофлору кишечника и клетки мозга, а также связь между диетой и переменами настроения. Вот все это объединяет исследования, связывающие состав микробов пищеварительной системы с развитием многих заболеваний, например, болезни Паркинсона. Вот такое открытие было сделано. Итак, дорогие мои, вывод какой? Максимально уменьшаем соль, либо вообще отказываемся от нее. Ее достаточно, достаточно во многих овощах. А я люблю вас, будьте благословенны вы и ваши близкие. Оставайтесь здоровы. Пока-пока.